Спасибо большое, коллеги. Я хотел прокомментировать по поводу минимального размера лимфоузла по цито. Наверное, зависит всё от того, насколько хорошее зрение у хирурга, который этот лимфатический узел нашёл. Ведь именно хирург отдаёт патоморфологу на цито лимфатический узел. И нашёл он 3 мм лимфоузел, молодец, значит отдал такой. Не нашёл меньшего размера, ну что ж, значит не нашёл. Метастаза, а не лимфоузла. Размер метастаза лимфоузла. Так, хорошо, пожалуйста, Александр Сергеевич. Спасибо большое, Владимир Фёдорович. Хотел бы поделиться со всеми информацией новой, которую мы получили о хирургическом лечении рака молочной железы на конференции Сан-Антонио Брест-Канцер-Симпозиум в 2021 году. Я хотел бы в этой лекции уделить внимание не только хирургическому лечению, но и тому, как вообще локальная терапия рака молочной железы поменялась за прошедшее время. Итак, первый доклад, который бы я хотел озвучить, это доклад Моники Мороу, посвящённый эволюции локорегионального лечения рака молочной железы в эпоху молекулярно-генетических технологий. Всё-таки, куда же мы двигаемся? К деэскалации или к эскалации акселярной хирургии? Один из три главных вопроса, которые поставила перед собой Моника Мороу, почему же мы выполняем хирургические вмешательства вообще на акселярной области при раке молочной железы? Первое. Мы, возможно, думаем, что мы улучшаем показатели выживаемости, улучшаем локальный контроль над заболеванием и используем стадию Н для определения оптимальной адювантной или постноадювантной терапии больных рака молочной железы. Итак, первый вопрос. Улучшает ли хирургическое вмешательство на акселярной области выживаемость больных рака молочной железы? И исследование, проведённое Фишером и опубликованное ещё в 2002 году, показало, что у тех пациентов, у которых нет поражения региональных лимфатических узлов, собственно говоря, акселярная лимфодиссекция не приводит к улучшению показателей выживаемости. То есть удаление здоровых лимфатических узлов несёт пациентам только вред и никакой пользы. Также два знаковых исследования для хирургов-мамологов, это исследование Z0011 и исследование Мороз, показали, что даже при наличии метастазов в сигнальных лимфатических узлах, акселярная лимфодиссекция не улучшает показатели выживаемости этих больных. То есть на сегодняшний день лучевая терапия заменяет полную акселярную лимфодиссекцию даже при наличии метастазов в сигнальных лимфатических узлах. Поэтому на сегодняшний день мы точно можем сказать, что хирургические вмешательства на акселярной области у больных клинической категории N0 не улучшают показатели выживаемости при раке молочной железы. Следующий вопрос. Локальный контроль. Есть какие-то предикторы, которые могут нам подсказать, что в конкретной группе больных мы можем ожидать наличия метастазов, если они клинические N0. Первое. Это, конечно же, размер первичного очага. РИС в своем исследовании, когда он анализировал базу онкологических больных СИР, продемонстрировал, что при размере первичного очага более 45 мм вероятность обнаружения позитивных лимфатических узлов, то есть метастатических, у больных рак и молочной железы достигает 60% и постепенно выходит на плату. Еще один важный предиктор поражения лимфатических узлов – это биологический потип. Максимальная частота обнаружения метастатических лимфатических узлов встречается при ХИР-2-позитивном раке молочной железы и достигает 36%. При этом категория N2 и N3 также чаще всего встречается именно у ХИР-2-позитивных больных раком молочной железы и достигает 22%. Еще очень важный вариант – это то, как мы обследуем наших пациентов. Проходят ли они диагностические исследования в виде ультразвуковых исследований или магнитно-резонансной томографии, или мы ограничиваемся только клиническим наблюдением и пальпацией. Если мы только пальпируем наших больных и не выполняем, например, ультразвуковое исследование акселярной области, то вероятность обнаружить пораженные метастатические лимфатические узлы достигает 19-23%. Если же мы выполняем пациентам ультразвуковое исследование региональных лимфатических узлов, то вероятность обнаружения макрометастазов во время хирургического вмешательства значимость снижается до 8,6-14% по результатам исследования САУНД и ЭНСЭМа. Также очень важно понимать, какие есть еще факторы, которые могут влиять на риск развития местного рецидива. Два интересных исследования – IBCSG1093 и CalGB9343. В ходе двух этих исследований пациенты делились на две группы. Одним из них выполнялась акселярная лимфодисекция как метод хирургического стадирования и лечения акселярной области. Другим пациентам не выполнялась акселярная лимфодисекция, но самое главное, биопсия сигнальных лимфатических узлов им тоже не выполнялась. То есть фактически они вообще не получали никакого хирургического стадирования акселярной области. И мы можем увидеть, что частота местных рецидивов повысилась с 1% всего до 3% в группе, которым не выполнялось никакое хирургическое вмешательство на подмышечной области. Поэтому на сегодняшний день мы можем сказать, что хирургическое вмешательство на региональных лимфатических узлах иногда не требуется, так как оно никак не влияет на местный контроль над заболеванием. Еще один вопрос важный. Статус региональных лимфатических узлов помогает нам принять решение в выборе адювантной и постнеадювантной химиотерапии или гормональной терапии или таргетной терапии. Но ведь есть такие группы пациентов, которым в принципе статус региональных лимфатических узлов не важен для выбора именно адювантного лечения. Это, во-первых, пациенты группы низкого риска, как раз-таки пациенты, у которых небольшие опухоли категории Т1, гормонозависимые, люминальная апатия, пациенты старшего возноростной категории. То есть это те пациенты, у которых даже если мы выполним хирургическое стадирование акселярных лимфатических узлов, навряд ли изменим наши подходы к системному лечению. Если говорить все-таки о более агрессивных подтипах рак молочной железы, например, о HER2-позитивном и трижды негативном раке молочной железы, то в этих группах больных химиотерапия или сочетание химиотерапии с таргетной терапией на основании наших рекомендаций начинается уже со стадии ПТ1-Б. То есть уже в этой группе больных, когда опухоль более 5 мм, мы должны назначить адювантную системную терапию. Но на сегодняшний день все больше больных с агрессивными подтипами рака молочной железы, с HER2-позитивным и трижды негативным, становятся кандидатами для неодевантной терапии, уже начиная со второй стадии рака молочной железы. Если говорить о гормонозависимом раке молочной железы, то рекомендации НССН говорят нам, что при наличии одного или трех лимфатических узлов с метастатическим поражением, решение о проведении химиотерапии должно основываться на молекулярно-генетической панели риска. Если же у пациентов наблюдается 4 и более лимфатических узлов, тогда мы должны применять помимо стандартной гормональной терапии, еще и химиотерапию. Результаты конференции Сан-Галлен прошедшие в 2021 году говорят нам то же самое, что даже при наличии метастатических лимфатических узлов показано проведение гормональной терапии, но вопрос о назначении химиотерапии должен также приниматься в индивидуальном порядке и основываться на результатах молекулярно-генетических панелей риска. Результаты 9-летнего наблюдения пациентов из группы клинические N0, но которые во время хирургического вмешательства были простадированы как N+, в исследовании TaylorX показали, что польза от назначения химиотерапии у этих больных увеличивается пропорционально шкале молекулярно-генетической панели риска, но только в группе больных моложе 50 лет и, к сожалению, эти результаты оказались статистически незначимы. Если мы возьмем еще одно исследование, которое оценивало необходимость назначения химиотерапии у больных с метастазами в аксиллярных лимфатических узлах, это исследование R-Exponder. Оно показало, что да, химиотерапия влияет на выживаемость больных, но только в группе преминопаузальных больных, и абсолютная разница в выживаемости при назначении химиотерапии составила чуть больше 5%. Так какие же выводы для себя могут сделать хирурги из исследования TaylorX и R-Exponder? Если мы говорим о преминопаузальных больных, то, конечно же, наличие метастатических лимфатических узлов является преддиктором назначения адевантной химиотерапии вне зависимости от результатов молекулярно-генетической панели риска. Но при отсутствии метастазов в лимфатических узлах именно молекулярно-генетическая панель риска определяет показания к адевантной химиотерапии. Если же мы возьмем постминопаузальных больных, то только молекулярно-генетическая панель риска определяет, нужно ли назначать пациенту химиотерапию, даже если у него есть метастазы в региональных лимфатических узлах. Здесь же следует отметить, что в исследовании R-Exponder включались пациенты, у которых было поражение 1-3 сигнальных лимфатических узлов. Но остается вопрос, если у них поражены сигнальные лимфатические узлы, нужно ли им делать акселярную лимфодисекцию? Если мы посмотрим на Forrest Plot исследования R-Exponder, мы увидим, что в 37% случаях при наличии метастазов в сигнальных лимфатических узлах пациентам все равно выполнялась только биопсия сигнальных лимфатических узлов. То есть не выполнялась полная акселярная лимфодисекция. И это никак не влияло на выживаемость больных даже при назначении химиотерапии. Но мы сами должны представлять, что среди тех больных, у которых были метастазы в региональных лимфатических узлах, хотя бы 2% должны были быть не категории PN1, а наверное категории PN2 или PN3. Но мы делаем вывод, что число пораженных лимфатических узлов, во всяком случае по результатам исследований R-Exponder, никак не влияет на эффективность химиотерапии. Итак, какие же выводы мы можем сделать на основании результатов Сан-Антонио Брест-Канцер-Симпозиум и лекции Моники Мороу? У пациентов категории клинический T1 и 0 низкая вероятность обнаружения опухолевых клеток в лимфатических узлах. Их удаление никак не влияет на безрецидивную выживаемость и местный контроль над заболеванием. Но так или иначе, статус региональных лимфатических узлов – это важный предиктор у гормонозависимых больных раком молочной железы в премьерном паузе. И также у больных с ХЕР2-позитивным и трижды негативным раком молочной железы, когда они не являются кандидатами для анеодевантной системной терапии. Еще один доклад, посвященный хирургическому стадированию акселярной области у больных раком молочной железы, но которые уже получали на анеодевантную системную терапию. Итак, на сегодняшний день биопсия сигнальных лимфатических узлов, как мы уже говорили, это золотой стандарт хирургического стадирования акселярной области у больных категории N0 первичных и у тех, кто был N0 до начала анеодевантной химиотерапии. Если же мы говорим о больных, у которых до начала анеодевантной системной терапии было верифицировано поражение региональных лимфатических узлов, порядка 40% из них подвергаются конверсии до стадии YPN0 после лечения. И биопсия сигнальных лимфатических узлов может заменить акселярную лимфодисекцию при конверсии стадии из N+, YCN0 после анеодевантной химиотерапии. Исследования Сентина, СНФНАК, ГОНЕА-2 показали, что биопсия сигнальных лимфатических узлов это безопасная методика, но при одном условии. Если мы удаляем 3 и больше сигнальных лимфатических узла, и эти сигнальные лимфатические узлы не содержат в себе опухолевых клеток. Еще один возможный вариант стадирования региональных лимфатических узлов после надевантной терапии, так называемая таргетная акселярная лимфодисекция. Когда мы до начала надевантной терапии маркируем пораженный лимфатический узел с помощью маркера, которым может выступать, например, радиоизотоп ЙОДА-125. Проводим надевантную химиотерапию и в дальнейшем выполняем прицельное удаление меченого лимфатического узла. В этом случае частота ложно-отрицательных результатов не превышает 1,5%. Исследования, оценивающие выживаемость больных после биопсии сигнальных лимфатических узлов или таргетной акселярной лимфодисекции, показали, что на фоне акселярной лимфодисекции эти две процедуры являются безопасными. Естественно, при конверсии статуса региональных лимфоузлов из N+, в N0, и частота акселярного рецидива не превышает 1,5%. Также очень важный вопрос – это деэскалация хирургических вмешательств не только на региональных лимфатических коллекторах, но и на самой молочной железе. И здесь, конечно же, основным методом, способным заменить стандартные хирургические вмешательства на молочной железе с целью подтверждения полного патоморфологического регресса опухоли после наодевантной химиотерапии, является вакуумо-аспирационная биопсия. На Сан-Антонио были представлены два исследования, которые показывали частоту ложно-отрицательных результатов вакуумо-аспирационной биопсии при оценке полного патоморфологического регресса. Причем результаты этих исследований очень разные. Если мы обратим внимание на первое исследование, то частота ложно-отрицательных заключений вакуумо-аспирационной биопсии составила 56%. Но сами исследователи показали, что есть факторы, которые ограничивают их исследование. Во-первых, у них не было выборки пациентов для вакуумо-аспирационной биопсии. Они использовали очень тонкие иглы для этой процедуры диаметром всего 10G. Включали пациентов с внутрипортоковым компонентом, а также никак не маркировали первичный очаг перед началом наодевантной терапии. Кардинально противоположные результаты продемонстрировало исследование Джорджа Хейла из MD Anderson Cancer Center, который показал, что если умно подходить к вакуумо-аспирационной биопсии, можно достичь частоту ложно-отрицательных результатов 0% при использовании вакуумо-аспирационной биопсии в комбинации с обучающими алгоритмами искусственного интеллекта, которые были разработаны на базе MD Anderson Cancer Center. И данное исследование еще раз подчеркнуло возможность отказа от стандартных хирургических вмешательств на молочной железе у пациентов, достигших полного клинического регресса опухоли и полного патоморфологического регресса опухоли, подтвержденного при помощи вакуумо-аспирационной биопсии. Также мы продемонстрировали наше исследование, которое сейчас проводится в медицинкологии Петрова, где мы уже начали отказываться от стандартного хирургического вмешательства больных при достижении полного патоморфологического регресса по результатам ВАП. На момент подачи тезисов, а это было в июле 2021 года, частота полных патоморфологических регрессов по данным ВАП у нас достигла 73%. На сегодняшний день, то есть в январе 2022 года, частота полных патоморфологических регрессов уже достигает 81%. При этом пациента, которым выполнялась эта процедура, не выполнялось в последующем стандартное хирургическое вмешательство. И мы продолжаем набор пациентов в это исследование для того, чтобы определить общую и, конечно же, безрецидивную выживаемость. На сегодняшний день средний период наблюдения пациент у нас составляет 7 месяцев и не было зафиксировано ни одного случая местного рецидива в области вакуумоаспирационной биопсии и точно так же в акселярной области. То есть ни одного местного рецидива на сегодняшний день мы не отметили. Также в Сан-Антонио выступали наши коллеги из Москвы, из института Герцена, которые поставили перед собой задачу в исследовании оценить, когда нужно проводить лучевую терапию у больных с местно распространенным раком молочной железы для того, чтобы обеспечить лучший локальный контроль. И пришли к выводу, что лучший локальный контроль над местно распространенным раком молочной железы после надевантной терапии достигается, если мы сначала будем выполнять хирургическое вмешательство, а затем уже проводить надевантную лучевую терапию. Еще одно интересное исследование, продемонстрированное на Сан-Антонио Брест-Канцер-Симпозиум, оно уже больше имеет отношение к лучевой терапии, нежели к хирургии, но явно показывает влияние пандемии COVID на рекомендации по лечению рака молочной железы. А именно это британские рекомендации по проведению 5-дневной лучевой терапии, то есть 26 грей в 5 фракций. И на сегодняшний день многие специалисты-радиологи отмечают, что данный вид лучевой терапии, адевантной, может стать новым стандартом лечения рака молочной железы. Ну а если в ближайшее время не станет, то совсем скоро точно станет именно новым стандартом адевантной лучевой терапии в течение всего лишь 5 дней с низким количеством осложнений и хорошими результатами по общей и безрецидивной выживаемости. Ну и хотел бы задать вопрос нашей аудитории, нашим коллегам, которые нас слушают. Первый, послушав лекцию о новшествах в Сан-Антонио, откажетесь ли вы от выполнения полной акселярной лимфодисекции при обнаружении двух сигнальных лимфатических узлов с метастазами при выполнении биопсии сигнальных лимфатических узлов? Ну и первый вариант ответа, да, конечно же, откажусь и выполню только биопсию сигнальных лимфатических узлов. Второй, нет, не откажусь и выполню полную акселярную лимфодисекцию. Ну и третий вариант ответа, я биопсию сигнальных лимфатических узлов никогда не делал и делать в ближайшее время не собираюсь. Александр Сергеевич, вы очень провокационно задали последний вопрос. Иногда люди бывают с чувством юмора и отвечают именно на этот вопрос. Поэтому иногда мы его не включаем, чтобы не дать возможность, хотя, конечно, клинические онкологи, это действительно не только большие профессионалы, но и не выгорают благодаря именно тому оптимизму, который мы очень часто видим в нашей работе, те положительные результаты, которые мы видим. Я просто занимаю немного время на паузу, на голосование, которое идет. Идет она, как правило, 10-15 секунд, но это именно то время, которое идет очень долго. Иногда кажется, оно просто тянется. Но мы надеемся, что сейчас мы скоро увидим результаты голосования. Александр Сергеевич, вам их будет необходимо озвучить, потому что мы видим только вы, тут Президиум и вы. Поэтому, пожалуйста, озвучьте результаты. Ну, большинство коллег согласилось с тем, что нужно отказаться от полной акселярной лимфодисекции и выполнить только биопсию сигнальных лимфатических узлов, и их 58%. Ну, очень хороший результат. Ну, и у кого-то сохранилось чувство юмора. Да. Ну, и следующий вопрос уже по результатам исследований в молекулярно-генетическую эпоху лечения ракомолочной железы. Откажетесь ли вы от выполнения биопсии сигнальных лимфатических узлов у постменопаузальной больной гормонозависимой ракомолочной железы стадии Т1 и 0,0? Ну, условно, пускай это будет 70 лет пациентка, люминальный А, по типу, для которой статус региональных лимфатических узлов не так важен. Первый вариант ответа – да, конечно, откажусь вообще от любого хирургического стадирования акселярной области у этой пациентки. Второй вариант – нет, не откажусь и выполню я биопсию сигнальных лимфатических узлов. Ну, и третий вариант ответа – такой же, как и в предыдущем вопросе. Я бы с Илой никогда не делал и делать в ближайшее время не собираюсь. А вот вопрос третий. Вот мы, как раз, Анна Сергеевна, обсуждали, может быть, у людей просто нет возможности провести. Вы это, может быть, вкладывали? Или само нежелание просто идти в ногу со временем, хотя это же вообще не то, что это стандарт, это обязательное условие. И, наверное, та клиника, которая не выполняет биопсию сигнальных лимфатических узлов, наверное, не может считаться клиникой, которая лечит рак молочной железы в соответствии с современными стандартами. А по поводу того, нет возможности, у меня есть хороший пример, это наши коллеги из Нижегородского областного онкологического диспансера, которые почему-то нашли возможность делать биопсию сигнальных лимфатических узлов. Это наш бывший коллега Александр Алексеевич Бессонов, который возглавил отделение опухолей молочной железы в Ленинградском областном кондиспансере. И тоже появилась возможность делать БСУ, хотя раньше никогда не делали. Так что вопрос возможности, мне кажется, он переплетается с вопросом желания делать эту процедуру. Но совершенно однозначно, это вот тот, знаете, маркер, сигнальный маркер, если клиника это не выполняет, тогда и не надо вообще браться за лечение больных, хирургическое лечение больных раков молочной железы. Пожалуй, соглашусь, Ваня, да, Татьяна Юрьевна, соглашусь. Ну что ж, здесь большая часть коллег разделилась. Тоже очень приятно, что 44% решили вообще отказаться от хирургического стадирования акселярных лимфатических узлов данной пациентки. Ну и 50% решила все-таки делать биопсию сигнальных лимфатических узлов. Радостно, что не акселярную лимфодиссекцию. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. Спасибо.